В дни январской декады спорта и здоровья в спортивно-концертном комплексе имени Блинова прошли открытые областные соревнования по фигурному катанию. Рождественский кубок, так назвали турнир Омского ледового клуба Ирины Родниной, который состоялся в этом году впервые. 80 мальчишек и девчонок из Омска и Селькуля, Северска, Бердска, Томска, Междуреченска, Прокопьевска и даже Астаны стали участниками кубка. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что соревнования получились не только областными, но и международными. Ребята из разных спортивных школ и городов показывали строгому жюри свое мастерство на льду. Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях. Всего на турнире было разыграно 10 комплектов медалей. Для одних юных спортсменов Рождественский кубок стал первым в жизни испытанием на льду, для других – очередным серьезным соревнованием. Медали тому подтверждение. Я долго готовилась к этим соревнованиям. С бабушкой занималась, тренировалась, программу катали мы. Я добился многого. И что у меня стало намного лучше получаться и плашки. Не вращение. Хорошо, молодец. А как тебе соперники других городов? Ну, соперники других городов, ну, они тоже сильные, но пока еще не доходят до меня. Победителей первого Рождественского кубка наградил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Антон Чешукин. Дебют удался, поэтому это замечательно, что первые соревнования были такими яркими показателями. Поэтому будем в перспективе только поддерживать для того, чтобы у них была возможность для дальнейшего развития, конечно. Однозначно это соревнование попросту было бы невозможно без поддержки Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Прежде всего, да, это поддержка в виде льда и нашего главного учредителя, спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова, который предоставил нам возможность проводить такие прекрасные соревнования. Призовые места в соревнованиях в основном распределились между спортсменами из Омска и Северска. В командном зачете все же первыми оказались хозяева льда – воспитанники Омского ледового клуба Ирины Родниной.